опять хрень такая, льет всю ночь и все утро, ну правда вот газок пошел, угля нет, но газков он топит, выхлоп светлый газовый с водяным паром, ну топят как-то жидковато, не сильно тепло знаете, я хочу прокомментировать, что средства массовой информации наши, почему дегенератов, придурков выпускают в эфир, да, их надо смирить на рубашке, тем более армян этих просравших, все что можно симоняшек всяких, нормальные люди типа Габышева сидят в сихушках, там судят их и так далее, и главное бабки бешеные платят этим дегенератам, ну я понимаю, обдолбались кокса там уже совсем это невменяемости, ну я бы ей просто, я не знаю, это даже не назовешь, там статей несколько, от разжигания войны, геноцида до экологических преступлений за эти призывы, и почему вот такая тишина вообще в официозе по поводу этой херни, после этого человек должен улетать, блядь, с работы и все, с волчьим билетом, особенно в области и СМИ и прочее, ну мразотские продукты системы, поэтому смотрите ребята по поводу выборов, если не хотите дожить совсем до маразма, да, 24 год, надо чтобы этих выборов не было просто, чтобы уже блин в октябре, вот сейчас и в ноябре по традиции все решилось этим, блядь, нужно закончить его однозначно, ну и парад на крещатник и за мои вещи. Государственный долг США 1,8 трлн долларов, уже просто наглый, но разумеется, он не за счет американских налогоплательщиков решается, он за счет, сами понимаете, людоедства полного и частичного, это к вопросу всем там патриотам, хохлодурки и так далее, короче, то есть за счет вас же решаются, понимаете, это ваш жизненный уровень ухерачивает, Россия в меньшей степени, потому что Россия так толком и не жила на самом деле, кроме Москва-БАДА, реально в регионах как была, условно жопа, блядь, так она и есть. Те 5 процентов, что вот быкуют на джипах там и так далее, блядь, берут кредиты там безразмерно, они не определяют, поэтому, ну странно, конечно, чему радоваться, да, вот люди неадекватные, они не понимают, как бы вот это все, может чем-то обдолбанный, я говорю, вот иногда удивишься, вот читаешь по химтрейлу, может там не алюминия, а какую-нибудь наркоту расправляют в самолетах, чисто кокаин привозят с Колумбии, я захерачиваю, и у народа такой неадекват с головой, вот он как запотевает моментально, это вот все строительство, этот канал построили, не хватило мозгов сделать, блин, сливы, и оно так теперь будет, вот эта лужа, что дети в школу брать и не могут, ой, бля, весь день адекват, короче, ну ладно, будем пережидать, еще завтра такая хрень, вроде послезавтра, дожди и дожди, короче, благо я телевизор не смотрю, но у людей, которые смотрят телевизор, бля, у них же крыша съезжает, это же такой же абсолютно массовый психоз шизофренический, что на всем постсоветском пространстве, да, когда вместо того, чтобы строить, созидать, люди с упоением разрушают, разламывают, короче, подвопливают таких вот гандошек, короче, всяких, которые безумные эти самые, которые, я не знаю, каким образом они в томе там издурки, ну бесы, бесы натуральные, бля, бесовщина узаконенная, будьте они прокляты, бля, все. Продолжение сюжета, видите, обед уже, час дня с лишним, вон какие тучи, цепляют сопки, это вот там амур, цепляют сопки, блин, ух и дубариловка, е-мое, ну, капать чуть-чуть перестало, такая морось, но еще на один день, говорят, может на два, блин, все, блин, зима уже на пороге, сейчас листопадет, и мороз. Дальний восток, такой он веселый.